Мария Метлицкая Систематически выходят новые ролики, не выходящие здесь, на Ютьюбе. Рекомендую вам заходить на Бусти и подписываться на мой канал. Как там принято считать? По заслугам, по заслугам. А как же иначе? Омным и красивым счастьем, добрым, сердечным, заботливым, хозяйственным, рукодельным. Тоже ничего подобного. Вот никакой логики. То есть абсолютно. Сколько мелькало перед глазами на долгом жизненном пути примеров. Вот эта красавица. Боже мой, ну просто глаз не отвести. Ни на что создатель не поскупился. Да и родители от души постарались. А умница какая. И книжки читает. И в живописи с музыкой разбирается. А вяжет. А шьет. И в доме такой уют. А какой вкус. Просто из ничего конфетку сделает. А разносолы. Про ее столы ходят легенды. А какая трепетная мать. И результат. Детки чудные. Загляденье просто они детки. Все логично у нее. У этой трудяги и умницы. Просто не может быть по-другому, если вообще есть в жизни справедливость. И вот у нее, у этой трудяги, умницы, верной и преданной жены и матери, нет счастья. Например, муж гуляет. Да еще и в наглую. Или денег не приносит. А она бьется, как на ледовом побоище, чтобы у всех все было. И у детей. И у этого. Или вообще ужас. Потому что пьет. И как она с этим не борется, все впустую. Вот тогда, понимаешь, нет в жизни справедливости. Очень обидно становится от всей этой алогичности. И, как говорится, наоборот, зеркальное, так сказать, отражение ситуации. Вот езди, женщина. Слова доброго не скажешь, при всем желании. Не красавица, мягко говоря. Неопрятна, неумана, необразована. Хозяйка нулевая. Бывает, нет способностей. Но ты хотя бы постарайся. Не надо многослойных тортов, сложных рулетов, Тончайших блинов и банок с солеными помидорами и грибами. Есть же блюда простые, но вкусные. И книги кулинарные есть. Всегда были. Но не хочет. Готовить не хочет. Даже для самых близких и любимых. И полы вымыть не хочет. И красивые шторы повесить. И накраситься, и похудеть неохота. И брови выщипать. И надеть новый халат взамен старого и дырявого. И книжки читать. В театры ходить лень. Сериалы доступней. И гостей созывать хлопотно. И даже путешествовать неохота. И кроме всех вышеперечисленных достоинств, Она еще и сплетница. Злоязыкая, недобрая к людям. Завистливая, жадноватая. Равнодушная, к чужой беде. Плачет только во время бразильских сериалов. Одним словом, совсем неважный человек. Дети ее раздражают. Подруги и соседки тоже. Свекровь. То вообще глаза бы ее не видели. И у такой женщины, прекрасный, любящий, заботливый муж. Щедрый и непритязательный. А как бы иначе он смог с ней жить, спрашивается. Или давно совсем смирился? Или просто любит? Ох, нелогичная жизнь. Нелогичная. Нет, здесь было все не так криминально. Неважных людей точно не было. А вот все остальное, увы, имелось. Три женщины, о которых пойдет речь, были очень некрасивы. Ну, просто пугающе нехороши. Так что при встрече хотелось отвести глаза. И еще задать вопрос. Ну, почему? Почему так несправедливо, так жестоко обошлась с ними природа? Конечно, они не виноваты, разумеется. И все же был бы у них изюм какой-то. Не горсть так. Пара ягод. Обаяние хотя бы. Или какая-нибудь другая особенность. Остроумие. Тяга к знаниям, увлечениям или хобби. Рассудительность. Женская премудрость. Пылкое сердце. Нет. Ничего этого не было. Все три, как на подбор. Скушны, вялы, однобойки и пресны. А еще все, как из одного ларца. Просто хромосомное извращение. Бабка, мать и внучка. Анетта Ивановна. И Зольда Александровна. И София Вячеславовна. Серые мыши, белые моли. Что там еще? Правда, дружны. Ничего не скажешь. Прогуливаются на променаде редком. В основном молчат. Говорить не о чем. Книг не обсуждают, не читают. В кино не ходят. Политикой не интересуются. Субботние ужины, когда собирается вся семья, не обсуждаются тоже. Не от того, что возвышены, а от того, что плохие хозяйки. Моя бабушка их передразнивала. Картошку сварим. Или макароны. С ними меньше хлопот. И откроем консерву. А чаек попьем с печеньем. И это в самые яблочные годы, когда со всех участков разносились сладкие запахи яблочных пирогов, варенья и компотов. А они яблок даже не собирали. Приходила деревенская молочница Дуся и уносила их ведрами на радость своим кабанчикам. В доме этих трех женщин, кстати, добротном и просторном, было как в казарме. Тоже слова моей бабули. Ни скатерки, ни покрывала, ни вазочки. Самой простенькой, керамической, из местного сельпо. Хотя бы с полевыми цветами. Даже посуда у них была скучной. Казенной, что ли. Как в дешевой столовке. Соседки разводили георгийные розы. Пускали по сетке разноцветный клематис. Варили повидло из слив. Закатывали банки с соленьями. Сушили на зиму мяту и зверобой. Над печкой, на нитке, сладко пахли сухие грибы. Нет. Ничего этого на восьмом участке, где проживали наши героини, не было. А что было? Сложно сказать. Но зато эти три женщины, бабка, дочь и внучка, эти три «красавицы» и «хозяюшки» в кавычках, были абсолютно счастливы в браках. Правда, и в их жизни однажды случилась некая проблема по части мужской верности. Но так, мимолетно. Все пережили. А в целом, впрочем, как соседи, они были просто замечательны. Наши заборы граничили друг с другом. Редкий штакетник, сквозь который, как на ладони, была представлена вся соседская жизнь. Что-то вроде коммунальной квартиры. Все знали, когда и кто выходит в огород, кто подрезает кустарники и стрижет траву, кто собирает смородину и крыжовник, кто развешивает свежевыстиранное белье и насколько хорошо оно выстирана. Кто и какой варит суп, от запахов никуда не денешься, кто печет пироги, кто и с кем скандалит и выясняет отношения, как много сумок привезли молодые на выходные старикам и детям, кто из бездельников валяется в гамаке или загорает на травке. К таким отношения было, мягко говоря, но это понятно, когда женщины разрываются между внуками, готовкой и посадками, что кроме презрения и зависти могут вызвать праздно шатающиеся. Бабушка моя, не сидевшая ни минуты без дела, обед, штопка, стирка, уборка, цветы и морковь, бросала на соседний участок редкий взгляд. Брови ее сходились к переносице и губы складывались в бутон. Она качала головой и громко вздыхала. От зависти или осуждения? Не думаю, что от первого. Она просто не могла усидеть без дела. Если присаживалась, то на пару минут и сидела как-то неспокойно, ерзая и теребя бретельку старого в горошек фартука. Посидит, встанет и скажет виновата. Не сидится как-то. А тем временем, тем временем на восьмом участке по-прежнему ничего не происходило. Так, какое-то вялое перемещение, почти незаметное глазу. То Анетта, безотчество, так короче. Та, что бабка и мать присаживалась в гамак, лениво отмахиваясь пожелтевшей газетой. То Изольда, Доля, ее дочь, плюхалась в соломенное кресло и равнодушно оглядывала заросший бурьяном участок. То София, дочь и внучка, заторможенно полоскала в эмалированном тазу чашки от завтрака. А потом и она присаживалась. Например, на колченогий стул у крыльца. И засохшим лаком пыталась накрасить короткие неухоженные ногти. Они негромко и довольно редко перебрасывались какими-то незначительными фразами. — А не подшить ли мне голубой сарафан? — спрашивала Софья у Изольды. Та кивала. — Да, под шеей. Бабка Анетта похрапывала в гамаке. — А может поменять на нем пуговицы? — продолжала подзевывая Софья. — Поменяй! — кивала мать. — А если сварить зеленые щи? — вдруг осеняла Изольду. — Свори! — соглашалась дочь. — Хорошо бы. Со сметаной и яйцом. — А еще охладить! — Изольда мечтательно прикрывала глаза. И все оставались на своих местах. Теперь уже подремывала и Изольда. Анетта внушительно похрапывала, а Софья зевала и рассматривала свеженакрашенные куцыя ногти. Потом, словно очнувшись, Изольда снова вступала в разговор. — Покосить бы, а то по пояс уже! — дочь вздыхала. — Позвать надо Федьку-пьяницу. Мать тоже вздыхала и произносила с нескрываемым огорчением. — И коса тупая. Совсем. — Поточит! — успокаивала ее дочь. И все опять замолкали. Потом, словно очнувшись, воскресала бабуля. Приходило время обеда. Изольда тяжело поднималась со стула и задавала один вопрос. — Гречка или лапша? — Софья кривила губы. — Надоело. Давай картошечку отварим. Изольда скрывалась в доме. Минут через пять раздавался ее голос. — Картошка пропала. Одна гнили. Сходи на станцию. — Тогда макароны — обрывала дискуссию дочь. — А хлеб черный есть? — оживала бабка. — Свеженького хочется с маслом. — Черный тебе вредно, — назидательно говорила внучка. — У тебя калит. А про масло я вообще не говорю. — И свежие завозят с утра. Теперь наверняка расхватали. Анетта смиренно замолкала. После обеда они отдыхали. — Это святое. — Отчего, — спрашивается. Бабка опять ныряла в гамак. Бог с ней, со старухой. Хотя моя бабушка моложе была ненамного. Изольда укладывалась на раскладушки под яблоней со старым журналом. Шарила рукой по траве и выуживала пару-тройку побитых вялых яблок. Обтирала их об халат и принималась грызть. А Софья плелась в мансарду. Там хоть и душно, зато тишина. К пяти стекались опять. Долго пили чай, смотрели вечернее ток-шоу и, наконец, отправлялись променадиться, как говорила моя бабушка. Вот ей-то было не до этого, определенно. И шли они, наши красавицы, по песчаным дорожкам, обмахивались веточками от комаров и прочей нечисти, перебрасываясь редкими фразами. Видимо, совсем незначительными, судя по отсутствию эмоций на лицах. Раскланивались с соседями, вполне доброжелательно, что есть, то есть. И даже любовались богатыми палисадниками, с большим, надо сказать, удивлением. Так они и прогуливались неспешно. Три абсолютно нелепые и некрасивые женщины. Похожие между собой так, словно их сорвали с одного обветшалого, непородистого сорнякового куста. Тонконогие, широкоспинные, длиннорукие, безгрудые. Со стертыми, равнодушными лицами и бедными волосами, забранными в одинаковые старческие пучки. С трудом верилось, что у трех этих женщин были образованные, успешные мужья. А еще красивые, очень. И, что самое главное, любящие и заботливые. — Боже! — пафосно восклицала Милка, моя красавица-тетка, родная сестра мамы, заехавшая к нам на выходные после очередной неудачной попытки устроить свою личную жизнь. — Ну где справедливость? Она бросала на себя в зеркало мимолетный, очень довольный взгляд и кивала на соседний участок, наблюдая тамошнюю жизнь. — Что бы этим? И так! Бабушка поднимала глаза и жестко пресекала Милкин пафос. — Мозги надо иметь, а у тебя вместо них жопа. Правда, красивая, сказать нечего. Она принималась ожесточенно крошить свеклу на винегрет. Моя легкомысленная тетушка весело хохотала, поворачивалась к зеркалу спиной и радостно хлопала себя по совершенно идеальным бедрам. Потом она хватала яблоко и прыгала в кресло. Бабушка крутила пальцем у виска и многозначительно смотрела на меня. Тетку я любила, восхищалась ее легкостью, оптимизмом, веселым нравом и, увы, полной безответственностью. Замужем она была три раза и все по любви, как говорила бабушка почему-то с явным осуждением. — Разве по любви это плохо? — удивлялась я. — В третий раз плохо, — уверенно отвечала бабушка. — И самое главное, на этом все не закончится. Она, как всегда, была права. Но речь сейчас в данный момент не о моей шалопутной красавице-тетке. Речь о наших героинях, о тех, кто на соседнем участке. Анетка, так называла ее моя бабуля, происходила из приличной семьи земского доктора и акушерки. Жили не богато, но и не бедствовали. Только грустила Анеткина мать, глядя на свою некрасивую дочь. — Ну почему в отца? Почему? Нет, он замечательный человек, душевный, прекрасный доктор. Да, нехорош собою, но что это значит для мужчины? Ровным счетом ничего. А вот для девицы... Выдать удачно Анетку вряд ли получится. Просто бы выдать. Нет, разумеется, за приличного человека. О другом не может быть и речи. Но... Город крошечный, все женихи на виду, А невест еще больше. И красавец среди них, и богачик, Переживала мать, заплетая в косу жидкие волосы дочери. Нужна хорошая специальность, чтобы рассчитывать только на себя, Чтобы эта специальность всегда могла Анетку прокормить, Даже после их с отцом смерти. Ждать удачного брака смешно и глупо. Вот только способности, К чему бы то ни было у дочери не обнаруживалось. Отправлять в медицину? Жалко. Труд тяжелый и не для всех. Учительство. Хлеб сухой и нелегкий. Рукодельницей Анетка не была. Не шила, не вязала. На пяльцах не вышивала. Пока мать не спала ночей, В городе объявился молодой инженер. Приезжий из Москвы. Командированный. Приехал на три недели. Жил в единственной гостинице на центральной улице. И тут неприятность. Заболел. Отравился. Выпил холодного молока. И прихватило живот. Да так прихватило, что понадобился доктор. Анеткин отец красавца-инженера вылечил. И тот в знак благодарности нанес визит. С пирожными и букетом. Вот что он увидел в бледной, невзрачной дочери доктора? Что разглядел? Он красавец, сумница, гордость семьи, завидный жених даже в столице. Что? Что можно было увидеть в этом хилом растении? Ни красоты, ни блеска в глазах, ни живости ума. Душу, скажете вы? Не знаю. Не уверена. Хотя чужая душа потемки. А вот факты есть факты. Инженер из столицы сделал Анетте предложение через неделю, освободив тем самым мать девушки от тяжелых раздумий. Родители не верили своему счастью. А Анетка, она была по-прежнему бесстрастна и совсем равнодушна. Нет, ей нравился жених, ничего плохого про него сказать было нельзя. И умен, и воспитан, и галантен, и даже красив. Но головы она не теряла ни на минуту. По-прежнему крепко спала, много ела и совершенно не нервничала. Ни перед свадьбой, ни перед переездом в столицу. Мать даже злилась и тормошила дочь. Какая ты, Анетка, равнодушная, будто примороженная, правослово. Ведь как повезло! Каков жених! И впереди Москва, столичная жизнь. Театры, синема, магазины, кафе. Она горестно вздыхала, думая про свою, почти прожитую и такую, в общем-то, серую, наполненную трудами и заботами жизнь. Анетка равнодушно пожимала плечами. Ну да, столица. Да, магазины. Да, жених вполне хорош. И что? Мне теперь от счастья помешаться? Мать осуждала. Какая-то ты черствая, словно и радоваться не умеешь. Не понимаю я тебя, ей-богу. А может, ты его не любишь? — пугалась мать. Анетка опять пожимала плечом. Земский доктор рассматривал свою дочь, видимо, не только с родительской позиции, но и с профессиональным интересом. Тяжело вздохнув, отец пришел к выводу — душевно черства, эмоционально глуха, интерес к жизни потерян. Хотя нет, не так. Он, этот интерес, никуда не исчез, как часто случается при некоторых заболеваниях. Его просто нет. И не было вовсе. Отца, конечно, этот вывод расстроил, ввел в недоумение. Почему? Видимых причин он так и не нашел и, как водится, смирился. А что еще может бедный родитель? Была слабая надежда, что после родов дочь наконец встрепенется, придет в себя, оживет и проснется в ней женщина. А пока, дай бог терпения, ее прекрасному мужу. Обустроились в Москве. Сняли квартиру. По воскресеньям ходили к родным мужа на обеды. Семья, состоявшая из матери, свекрови и сестры, Лизы, незамужней, образованной, очень хорошенькой, к тому же, приняла Аннетту хорошо. Удивление своего не высказали ни взглядами, ни жестами, ни те люди. Сестра Лиза предлагала освоить культурную столицу с ее же помощью. Аннетка придумывала разные отговорки. То погода дождливая, то голова побаливает. Чуть оживала у витрин магазинов. Так, на секунду. И, зевая, шла дальше. И в театре она зевала. На вернисажах у нее болели ноги. В гостях было шумно и скучно. Муж позволил нанять кухарку и горничную. Претензий к ним Аннетка не высказывала. В хозяйство не лезла. Уже через месяц, разобравшись в ситуации, хитрая горничная плотно сидела у них на шее и манкировала прямыми обязанностями. А кухарка, будучи от природы женщиной честной, принялась понемногу приворовывать. Грех ведь не взять, когда учету нет. Муж относился к молодой жене нежно и даже чувствовал свою вину. Думал, что увез ее от родни. Вот бедняжка и грустит. Меланхолит, говорил он. Ничуть. Ничуть Аннетка не грустила, потому что, по сути, ничего в ее жизни не изменилось. Так ей казалось. К мужу она относилась с уважением. Понимала, что человек достойный. А вот любовь... Если бы кто-то задал ей этот вопрос, она бы обязательно растерялась, потому что просто не знала, не ведала, что это за зверь такой. Любовь. Бедная, бедная Аннетка. Знакомые и родня продолжали пребывать в недоумении, вели тихим шепотом разговоры. А потом, не найдя ответа, все пришли к выводу. Семейная жизнь — потемки. Ее интимная часть скрыта от посторонних глаз. А значит... Ну, взяла же эта женщина чем-то. Может, трепетностью души, покорностью нрава, глубиной чувств. Ох, как бы посмеялся над последними предположениями молодой муж. Ничего похожего. Там, в той области семейных отношений, она была так же вяла, неинициативна и равнодушна. И он не обольщался, принимая это за стыд или неопытность. И все же любил. Интересно, кто наверху в небесной канцелярии ведает этим вопросом, составляя списки семейных пар, сводя людей на долгие годы брака? Или они там лодыри все, неумехи, откровенные непрофессионалы? Или все для баланса, для равновесия? Сильный непременно достается слабый, сильному, словно в насмешку, домашняя клочка. Умный дурак, умному, хох, ну и не повезло же, красивый, неказистый, фактурному, мледная моль. Богатый берет бедную, чтобы знала, а счастливил. Та, что с приданным, уверенная и смелая, влюбляется в нищего труса. Ох, не знаю. И, видимо, не только я. Там, наверху, они тоже, похоже, запутались. Жили тихо и мирно, без скандалов. Муж предлагал жене купить наряды, та пожимала плечами. Он наблюдал. В магазине глаз ее не вспыхивал женским ведьминским огнем. На море Анетка ежилась от свежего ветра и боялась заходить в воду. Любимых блюд в ресторане и не требовала. Ко всему было довольно равнодушно. Ну, если только сливочное мороженое. Однажды сестра Лиза спросила его. Как? За что? И почему? Покраснела и извинилась. Говорить на подобные темы не принято. Просто недоумение ее, видно, было столь велико, что справиться стало уже сложновато. Он пожал плечами, закуривая сигарету. Странный вопрос. Да и странный ответ потребовала сестра. Дал. Люблю. За что? Себя не спрашивал. Да и как можно объяснить любовь? Да, она странновата, это так. Но знаю, наверняка. Никогда не предаст. Господи, ну, конечно же, не предаст. От порядочности или отсутствия повода. Другой вопрос. Была у него одна история в далекой юности, когда воздушная и белокурая Зиночка Изварова отказалась от его любви. Некрасиво отказалась. Ушла к его лучшему другу, Генику Шварцу. Ох, как же он тогда страдал. Даже держал грешные мысли принять яду. Но пожалел матушку и сестрицу. С тех пор стал сторониться хорошеньких женщин, игривых кокеток, приносящих с собой одни беды и страдания. В общем, жили. Мирно, сытно и спокойно. До поры. Ничто не обошло стороной. Все то, что коснулось и всех остальных. В тридцать восьмом инженера взяли. Среди ночи. Ну, как обычно. По счастью, не погиб. Попал в шарашку. Хорошие мозги отсеивали и с точностью машины. Ему даже разрешали свидание. После одного из которых ни о чем не подозревающая Анетта ушла чуть-чуть беременная. Началась война. Шарашку эвакуировали неизвестно куда. Писем не приходило. Анетка с заловкой и свекровью тоже должны были уехать из Москвы. Лиза собрала и беспомощную невестку, и почти неходячую мать. Двинулись в Казахстан. В поезде у Анетки начались роды. Сняли ее на станции. Чуть-чуть не доехали до места. Лиза с матерью сойти не смогли. Мать от слабости и истощения на ногах не держалась. Родила Анетка девочку. В грязной сельской больничке, на рваных серых простынях, под окрики нетрезвающей шрицы. Ой! Пьяная икнула та, рассмотрев младенца. А девка-то вылитая ты. Такая же плоскомордая. Да, не повезло, что девка. Лучше бы хлопец родился. У них, что ни урод, все в цене. Анетка громко разрыдалась. Фельдшерица, испугавшись, принялась его чешать. А еще выправиться? Ты не горюй. Может, еще такой принцессой станет? Всех мужиков подожмет. Анетка отвернулась к окну. — Слухай! — всплеснула руками окрыленная фельдшерица. — А давай ей имя красивое дадим. Царское какое-нибудь. У такого имени не будет некрасивой хозяйки. Потом она с сомнением посмотрела на мать и добавила. — Ну или хоть имя у нее будет красивое. Уже утеха. Анетте было все равно. Она думала только об одном. Как подняться на ноги и найти своих. Фельдшерица носила ей из дома жидкий суп из пшена и картошки. Однажды принесла литровую банку молока. Потом обмолвилась, что за молоко снесла серебряные сережки. Мужнин подарок. Малышку вечно пьяненькая фельдшерица называла Изольдой. Изонькой. Изонькой. Нет, лучше долечкой. Нежнее. Так и записала ее в сельсовете. Анетте было все равно. К дочке по имени она не обращалась. Очень долго. После больницы три месяца прожили у фельдшерицы. Анетта смотрела на дочь и задавала себе вопрос. Кто этот маленький человек? Зачем он ей? Как им вдвоем выживать? Как отыскать своих? Жив ли отец девочки? Господи, столько вопросов. И ни на один нет ответа. Но все образовалось. До своих она добралась. Лиза малышку взяла на себя. Старуха свекровь находилась в полузабытии. Сознание прорывалось к ней нечасто. Лиза работала в совхозе учетчицей. Анетта следила за девочкой, за старухой и пыталась неумело вести хозяйство. Картошку чистила так. Как и богатеи не чистят, упрекала ее Лиза. Свекровь схоронили на местном кладбище. Степь, песок и ветер. Наконец засобирались в Москву. Квартиру инженера давно отобрали. Поселились в двух комнатушках умершей свекрови. Работала Лиза. Анетта сидела с вечно болеющей дочкой. А через три года вернулся инженер. Худой, седой, с дрожащими руками и затравленным взглядом. Но живой. Девочку свою с рук не спускал. Она плакала и вырывалась, никак не могла к нему привыкнуть. Поклонился сестре, за мать и за свою семью. Целовал руки жене в благодарности за уход за больной матерью. Сказал, что будет это помнить всю жизнь. Слово свое сдержал. А потом жизнь постепенно наладилась. Инженеру дали квартиру. Доля пошла в школу. Анетта вела хозяйство. Как всегда, без огонька. Муж приходил в субботу с цветами. Благодарил и нахваливал мясной бульон, заправленный вермишелью. Мясо из бульона на второе. Гарнир все та же вермишель. Вставал из-за стола и целовал жену. Божественно, милая. Просто гастрономический кульбит. Без тени иронии, как всегда. Искренне и от души. Доля влюбилась в девятом классе в главного красавца школы. Переписала письмо Татьяны и отправила предмету девичьих грез. Белокурый и черноглазый красавец Фомин оглянулся на Долю, покрутил пальцем у виска и в голос заржал. Биологичка вызвала его к доске. От Доли он теперь шарахался, как отчумной. Надо сказать, что перемен, которые наивно пророчила фельдшерица в сельской больничке, не произошло. Доля по-прежнему была точной копией матери. Ширококосная, угловатая, с тонкими ногами и большими руками, с плоским и невнятным лицом, на котором плохо читались глаза, брови и губы. Лидировал только нос. Ну, может быть, еще бросались в глаза зубы, мелкие, неровным заборчиком. Волосы жидкие, непослушные. Не поддавались никаким нововведениям, вроде шестимесячной завивки и накрутки волос на бигуди и жидкое разливное пиво. Доля поступила в педагогический и продолжала любить ветреного красавца Фомина. Тот куражился недолго. В двадцать лет сел за пьяную драку. Из тюрьмы вышел абсолютно другим человеком. Сломленным, растерянным и совершенно неприспособленным к жизни. На работу устроиться не мог, только грузчиком в магазин. Начал спиваться. Прежние подружки от него отвернулись. Кому нужен нищий, пьющий красавец. Сошелся с продавщицей, женщиной сорока лет, с двумя отвязными подростками. С парнями отношения не сложились. Пару раз возникали нешуточные стычки и даже драки. Ушлые пацаны грозили заявлением в милицию и, как следствие, вторым сроком. Мамаша их понимала, что удержать молодого сожителя может только бутылкой. И Фомин понимал. Пропасть. Почти край. Еще шаг и полет вниз. И оттуда никогда. Никогда. Порывался уйти. Возвращался. Родители умерли. В квартире сестра с тремя детьми и мужем Буяном. Тоже ад. Не лучше прежнего. Короче, сдохнуть и все дела. Такой вот единственный выход. И тут в его жизни возникла доля. Столкнулись на трамвайной остановке. Он узнал ее сразу. Почти не изменилась. Красавица еще та. Но в своих белых носочках, крепдышиновом голубом платье, с белым бантом, с жидкой косицей, с портфелем в руках, она казалась ему призраком из той, прежней жизни. Доля пригляделась и тоже его признала. Покраснела, как рак. Разговорились. Она смущалась и отводила глаза от его рубашки с потертыми обслогами, от разбитых ботинок, немытых кудрей, черных каемок под ногтями. Почему-то Фомин рассказал доле все. И про страшную тюремную жизнь, и про не менее страшную эту. Уже вольную, если можно назвать ее таким словом. Они шли по переулкам, и Фомин все говорил, говорил. А доля молчала, иногда вспыхивая щеками, утирала слезы и боялась поднять на него глаза. Через месяц они поженились. Не без помощи новой родни молодожена устроили вечерний строительный техникум. Помогли с работой. на одной из больших строек, подведомственных, новоиспеченному тестю. Отмыли, приодели, заселили. Он спал на чистых простынях, ел горячую еду, пил чай с отцом жены и разговаривал с ним. Разговаривал. Бесконечно. Удивляясь, как много знает и что пережил этот человек, несмотря на все, сохранив себя и свое достоинство, видел, как трепетно тесть относится к теще. Удивлялся тому, что в этом доме никогда и никто не повышает друг на друга голос. Все стараются друг друга не обидеть и считаются с чужим мнением, как все уважают друг друга. В тесте Александра Игнатьевича он был почти влюблен. С нетерпением ждал его с работы. Скорее бы налить крепкий чай в стаканы с серебряными подстаканниками и, позвякивая ложечками, начать неторопливый разговор о политике, газетных заметках, новых открытиях в науке, о достижениях в медицине, о машинах, книгах, армянском коньяке и породистых собаках, обо всем на свете. Женщины, теща и жена смотрели в гостиной телевизор, мужчинам никто не мешал. Через полгода он стал приносить жене цветы по субботам, как было заведено в этой семье, его семье. И он был счастлив, потому что уже почти не вспоминал прежнюю жизнь. И это оказалось одна из составляющих его теперешнего, удивительного, устойчивого счастья. И еще потому, что закончились его ночные кошмары навсегда. Через два года у них родилась дочка, назвали Софьей. В полгода маленькую Соню вывезли на дачу, любовно построенную заботливым дедом. Фомин, вспомнив про свои деревенские корни, засадил участок картошкой и прочими корнеплодами. Вокруг девочки нестроенно и неловко суетились бабка и мать, благо девочка была спокойной, очень спокойной. И еще очень некрасивой. Опять некрасивой. И опять точная копия матери и бабки, словно в этом процессе ладные красавцы-мужья снова участия не принимали. Не досталось бедной Соне ни карих больших и глубоких отцовских глаз, ни буйных его золотистых кудрей, ни прямого четкого носа, ни ярких, пухлых губ. Ничего. Опять ничего. Но, разумеется, это не помешало близким буквально оббоготворить малышку. Особенно умилялся дед, находя во внучке черты любимой жены и обожаемой дочки. Из того, что я помню, шестидесятые годы. Я совсем кроха, но, надо сказать, очень понятливая. Внимательно ловлю слова взрослых, ушки и, что называется, на макушке. Мне все интересно. Особенно разговоры про знакомых. Не то, чтобы сплетни, это у нас было не очень принято, а так, из серии обсуждений. Я уже в кровати. Дверь приоткрыта. Я боюсь темноты. Прислушиваюсь голосам на веранде. Слышу раскатистый и Милкин смех, строгий шепот мамы и возмущенный голос бабушки. Улавливаю. Тетя уговаривает бабулю согрешить хотя бы раз в жизни, чтобы было что вспомнить. Бабушка называет Милку беспринципной и мучается в который раз вопросом. Кого она такая? Таких у нас в роду не было. Мама тоже ругается с сестрой и предлагает ей не мерить всех по себе. И опять звонкий Милкин смех. Вы обе дуры. Так дурами и помрете. Еще я помню, что инженер дядя Саша, муж скучной Анеты приходит к нам ежевечерне. Бабушка переводит ему статью с немецкого. Они сидят на веранде одни. Мама и Милка уходят к себе. Не мешать. Чему? Разумеется, их работе. Тетя смеется над бабушкой, что та ворует у нее помаду и перед приходом соседа втихаря красит губы. А еще потихоньку душится Милкиными и польскими духами и быть может. Я тоже укратко открываю золотую пробочку и, закрыв глаза, жадно вдыхаю волнующий сладкий запах. А шиться боюсь. Был такой опыт и Милка отстегала меня крапивой по заднице. Перед приходом инженера бабушка печет лимонный пирог и бросает тревожные взгляды на калитку. Я ничего не понимаю, только отмечаю эти незначительные изменения. Бабушка и дядя Саша долго вычитывают статью, что-то правят в рукописи и потом бабуля предлагает соседу выпить чаю. Он не отказывается. Такие запахи с вашего участка, Мария Павловна, такие запахи. Они долго пьют чай с самовара и о чем-то беседуют. Я прислушиваюсь, ничего не слышно, пытаюсь прорваться на веранду, мама резко хватает меня за руку и уводит на просеку прогуляться. Когда мы возвращаемся, инженера уже нет, а бабуля смотрит в одну точку, курит свои папиросы и молчит. Я уже в кровати и слышу, как она рассказывает маме. Он Таша сказал, вы такая хозяйка, Марь Павловна, какие у вас пироги, а чай какой, аромат невозможный и чистота такая. А от ваших флоксов просто кружится голова, немыслимый запах. А ты, интересуется мама, а что я, удивляется бабушка, я сказала, что в пирог просто кладу корицу, в чай чебрец и мяту, а флоксы просто хорошие сорта, элитные с выставки. Понятно, грустно вздыхает мама, все у тебя просто, как всегда, так просто, что никаких вопросов. А ты, что хотела, Таша, удивляется бабушка, здесь и вправду все просто, проще не бывает, мало ли, что кому показалось. Мне, тебе или ему, да и возраст такой, стыдно, ей-богу. Жизнь уже прожита, Таша. Хорошо ли, плохо ли, а как есть, да и вообще смешно говорить об этом, смешно и как-то не камильфо. Ты же не милка, ты ведь со мной согласишься. Какой возраст, господи, тебе всего пятьдесят три, ты еще и не жила толком, с тридцати вдова, и больше никогда, ни разу. Хватит, Таша, строго обрывает ее бабушка, и как тебе не стыдно право слова, ты же не милка в конце концов. Да и потом смешно просто, соседи, через забор, грязно даже говорить об этом, неприлично думать, не то, что обсуждать. Смысл всего услышанного я поняла спустя много лет, когда произошла другая история, некрасивая, и это, мягко говоря, о ней ниже. А про бабушку я потом поняла, что перевод с немецкого и долгие чаепития с соседом, и, видимо, возникшая взаимная симпатия или даже что-то больше. Все это было, точно, потому что еще помню, очень отчетливо, как при встрече с бабушкой на улице или в магазине дядя Саша краснел и суетливо раскланивался, а бабушка моя, честная моя Марья Павловна, заливалась густой краской и стремительно проскакивала мимо, разумеется, поздоровавшись с соседом. А та история, которая некрасивая, разумеется, связана с Милкой. Все, что из некрасивого, это точно от нее. И снова вопрос, ну в кого она такая? И опять нет ответа. Милка закрутила роман с Фоминым, мужем некрасивой бедной доли. Такая удоли доля, развлекалась наша остроумница и красавица. Роман случился между ее вторым и третьим браком, что называется в период простоя. Милка скучала, денег на курорт не было, и она сидела в свой отпуск на даче, маялась бездельем. Фомин по пояс голый, видя в окне красавицу-соседку, яростно размахивал косой и боролся с сорняками, а еще, видимо, с искушением. Наша Милка точно была искушением, да еще каким. Тетушка моя, расположив свои роскошные длинные ноги на подоконнике, курила сигареты через перламутровый мундштук и попивала полусладкое псоу. Фомина она разглядывалась с интересом и без стеснения, последнее ей вообще было вряд ли знакомо. Тот нервничал и оттирал солба пот. Нервничал не один Фомин, вместе с ним нервничала и бабушка, и мама. Бабушка гнала Милку от окна, а мама предлагала ей прогуляться в лес или на озеро. Только с ним усмехалась позор семьи, не отрывая глаз от Фомина. Бабушка и мама растерянно переглядывались. Прогулялись Милка с Фоминым на озеро в ту же ночь. Все не спали и караулили Милку, и у нас, и у соседей горел свет на веранде. Наша красавица явилась под утро, мокрая, пьяненькая и очень довольная. Я услышала звонкий звук пощечины и крик мамы, Милкин смех, и еще слова. За вас глупых отдуваюсь, за обеих. Одна всю жизнь покойнику верность хранила, а другая пять лет после развода никак не отдышится. Все рыдает по ночам. Это про бабушку и маму. Я поняла. Еще поняла и почувствовала, что Милка сказала что-то ужасное, страшное и невозможное. Конечно, все все узнали. Ошалелый Фомин сидел на крыльце и смотрел на окно, из которого торчали бесконечные Милкины ноги. С покосом и сорняками было покончено. Любовники так обнаглели, что даже не особенно скрывались. Фомин понятно. Потерять от моей тетушки голову было несложно и не такие зубры горели. А вот Милка, да стерва была наша Милка во все времена. Наплевать ей было и на мать, и на сестру. Что говорить про соседей? Милка развлекалась и ей не было скучно, а скука главный враг человечества. Милка поправляла здоровье ее слова, а Фомин, он похоже подыхал от любви. Бабушка из дома не выходила даже собирать клубнику для обожаемой внучки. Мама уехала в Москву, подальше от этого позора. Мне было все равно, и я жила своей жизнью. А вот Сонька, моя подружка и соседка, приходить ко мне перестала. Видимо, ее не пускали в это гнездо разврата. Ну и ладно, Сонька скучная и занудливая, мне интереснее Шурочка и Анюткой. Без Соньки Фоминой мы не грустили. Милкин отпуск подходил к концу. Бабушка пила валерьянку и не могла дождаться его окончания. На соседнем участке тоже пахло сердечными каплями и даже пару раз приезжала скорая откачивать дольку. Как сказала соседка Нина Федоровна моей бабушке. Рано утром у нашего участка раздался шум автомобильного мотора. Милка выскочила с собранной сумкой. В машине сидел ее бывший муж Велен. Он чмокнул Милку в щеку и кивнул бабушке. Привет, Марь Павловна! Как драгоценная! Бабушка захлопнула окно. Велена она не переносила. Милка плюхнулась в машину и укатила. Бабушка перекрестилась и одновременно чертыхнулась. Избавились слава те Господи! Фомин бросился за ворота и закричал «Мила, вернись!» Машина скрылась за поворотом. Милка не обернулась. Фомин в Дарабадан пьяный пришел вечером к нам и уронив буйную голову в ладони спрашивал одно и то же «Как же так, Марья Павловна? Как же так?» А я уже разводиться надумал. «Ну и дурак!» припечатала бабушка. «Иди к Изольде прощения вымаливай». «Она простит, не сомневайся». «А ты кайся, с кем не бывает?» «И вали все на эту стерву!» Фомин заплакал. А на следующий день уехал в город. Бабушка беспокоилась, что он бросится искать ее непутевую дочь. Но нет. Фомин завербовался на север. Вернулся через полтора года. Изольда его простила, разумеется. Никто и никогда не попрекнул Фомина ни единым словом. Ни жена, ни теща, ни тесть. Маленькая Сонька ничего еще не понимала. Папа в командировке. Подумаешь? Помирились соседи через пару лет. Бабушка и мама продолжали здороваться с потерпевшими. Они кисло кивали в ответ. После возвращения Фомина ситуация стабилизировалась, и на Сонькин день рождения был принят из рук злодеев знаменитый бабушкин лимонный пирог. Только своей дочери Милки бабушка приезжать на дачу запретила в ближайшее десятилетие. До тайни особенно рвалась, ее новый муж был из Абхазии, и отпускной сезон они проводили на берегу Черного моря, в Сухуми, у родственников. Так что Милка не горевала. Софьина детство и юность прошли без особых потрясений. Впрочем, как и у остальных детей, родившихся в начале шестидесятых. Сад, школа, музыкалка, институт, педагогический, по стапам матери. Соня была тихой, послушной и непритязательной. Американских джинсов не требовала, ногти голубым лаком не красила, в подъезде не курила и по дискотекам не моталась. А вот на четвертом курсе тихоня Соня закрутила роман с однокурсником из Ижевска. Парень был довольно видный, светлоглазый и темноволосый, росту огромного, под два метра, спортсмен. Учился он слабовато и постоянно был под угрозой вылета. Комсомольская ячейка постановила взять на поруки студента Ильина. Поручили Сони не как самой ответственной и толковой, а как той, которая не может отказать. Другим девчонкам было не до нерадивого великана. Тоже мне жених. Койка в общаге и пустота в голове. Занимались в общежитии. Вот только чем? Вопрос. Через четыре месяца тихушница Соня поняла, что попалась. было так страшно и гнусно, что просто не хотела жить. Она и представить себе не могла, как скажет обо всем этом ужасе родителям. Дедуля точно не переживет. А папа? Чтобы его любимая и приличная дочь Соня смогла совершить такое? Нет, лучше не жить. Пока она продумывала способы ухода из жизни и в перерывах блевала в туалете, виновник трагедии великан Ильин ни о чем не подозревал. Впереди маячило очередное отчисление и, как следствие, отъезд на родину в Ижевск. А там маман с новым мужем и новым ребеночком плюс армия. А такого амбала сразу в строй бат или в десантуру или в Афган еще не слаще. Но тут подоспела Сонина подружка в роли доброй вестницы и объяснила ему ситуацию. Сонька беременная, ты козел ума нет, здоровый, но тупой. Эта дура хочет спрыгнуть с моста, а я на тебя покажу, говорю честно, чтобы знали сволочи. А то все мы бабы. И она вытерла маленькой ладонью злые слезы. Было понятно, подружка тоже из пострадавших. Элина прикинул, а собственно почему бы и нет. Девка тихая, спокойная, гулять точно не будет. На ум пришла его непутевая мамаша и старшая сестра. Семья приличная, интеллигентная. А главное прописка. Элиину не надо будет возвращаться в Ижевск к ненавистным родственникам. Короче, пришел к этой дурочке с повинной, а она врев от счастья и от того, что самоубийство, судя по всему, отменялось. Элиину ее стало жалко и даже как-то сердце трепыхнулось. Он, как всякий большой и физически сильный человек, был из жалостливых и сентиментальных. Сыграли свадьбу и подарили молодым однокомнатный кооператив Черемушка. Ильин о таком и не мечтал. Тесть отдал ему старенькие жигули. Соня писала за него конспекты. Институт он окончил с горем пополам. И еще с радостью, потому что на свете уже была дочка Машка. Абсолютная Ильинская копия. Так природа извинилась перед женской половиной этой семьи. Машка была писанной красавицей с первых дней своей жизни и с каждым годом становилась все краше и лучше. У нее были отцовские бездонные глаза, золотые кудри деда, элегантности и утонченность прадеда. У нее было все, все, чем может одарить капризная природа в зависимости от своего настроения. А настроение у нее природы, судя по результату, было в тот момент замечательное. Ильин оказался неплохим мужем, не вредничал по пустякам, не занудствовал, жалел, а мы помним он из жалостливых болеющую тещу и бегал в аптеку. Смастерил бабушке Анетте скамеечку под ноги для удобства просматривания телепередач. Помогал тестью с машиной, он был толковый в технических вопросах. Возил старика-инженера в санаторий и навещал в больнице. Отвечал за продовольствие в голодные времена, доставало был из него ловкий. В жене относился с почтением и видел, как относятся к женщинам в этой семье. Налево его не тянуло. Ну, было так пару раз, и то ерунда, не о чем говорить. Пить не любил, помнил своего пьющего папашу, никогда не забывал его отъявленного скотства. А свою красавицу дочку обожал до сердечной дрожи, просто до невменяемости и какой-то патологии, что ли. Машка ходила по земле так, словно крутила фуэте, будто слегка парила. Училась она шутя, не то чтобы с интересом, а просто все ей давалось без усилий. Над уроками не корпела, на занятиях могла спокойно читать под партой любимую книгу, а под ними тазорницу учитель и задаст вопрос, чтобы застать врасплох. Не тут-то было. Машка затормозит всего лишь на секунду, чуть сдвинет свои соболинные брови, чуть прищурит небесные очи и выдаст ответ. Разумеется, правильный и предельно точный. В танцевальном кружке она была примой, в театральном ведущей актрисой, в хоре солисткой, на всех концертах ведущей. На уроках домоводства у нее получались самые вкусные торты и салаты, самая ровная строчка на фартуке. На физре самый длинный прыжок. На литературе она демонстрировала самое глубокое знание русской поэзии. На математике удивляла тем, что писала контрольное за 20 минут. Никто даже и не завидовал. Но родилось такое вот чудо под названием Маша Ильина. Что с этим поделаешь? К тому же она со всеми дружила. Ни одна даже самая заядлая сплетница и завистница не могла сказать про нее не то, что гадость, дурное слово. Ну а мальчики, что говорить о них? Несчастное создание, замученное ночными кошмарами и дурными снами. И главная героиня их быдений конечно же Маша Ильина. В 15 лет девчонки начали экспериментировать со своей внешностью. Маша тоже попробовала. Ну брови подщипать, ресницы подкрасить. Посмотрела на себя в зеркало и решила а нафига? Мало что изменилось. И с попыткой преобразований было покончено. Машка поступила в университет легко и просто, как в кино сходила, а не на экзамены. И так же легко училась. Ни одного хвоста. В нее продолжали влюбляться. Теперь уже и преподаватель, причем разных возрастов. И лучшие мальчики курса, потока, факультета. Лучшие мальчики с других факультетов. А Машка все крутила свои фуэте, легко сбегала по лестнице, кивала направо и налево и... Взгляд ни на ком не фиксировала. Смотрела поверх и сквозь. Но так же не могло быть всегда. Это ведь противоречит законам природы, верно? И на третьем курсе Машка Элина влюбилась. То, что мой сын был влюблен в Машку, я, конечно, знал о самого раннего его детства, как только они встретились в колясках на просеке. Сын смотрел на девочку не отрываясь. В песочнице всегда ее защищал от недругов. Твердо пообещал в шесть лет, что женится на соседке или, в крайнем случае, на мне, ну, если с Машкой не срастется. В подростковом возрасте писал стихи и дрался тоже из-за Машки. Тяжело вздыхал, не спал по ночам и высматривал ее из окна. Первая любовь, понятно. Машка взаимностью не ответила, но дружили они всерьез. Неземная она какая-то, сказал однажды сын, нереальная. Правильно обрадовалась я. Машка Мираж для первой любви и подходит, а вот для жизни вряд ли. Сын кивнул. Я успокоилась и выдохнула. Забор, что ли, возвестит трехметровый. Впрочем, соседи нам не докучали. Скорее, мы иногда вторгались в их спокойную жизнь. А на первом курсе мой ребенок женился. Такой вот скоропалительный и по счастью удачный брак. Редкий случай. А Машка влюбилась. Немноговато ли тебе будет, Маша или ина? Не слишком ли? Не подавишься ненароком? И Бог, что называется, послал. Вот именно каламбур. Ей послал и как следствие ее послал. Туда, где счастья нет и не будет, и радости не будет, и легкости, и веселья. Возлюбленного Маши Ильиной звали Эдиком. Фамилия не лучше. Пугала. Эдуард Пугала. Ударение на букве А. Он на этом настаивал, а все остальные предпочитали ударять на букве У, что вполне понятно. Не надо быть остроумным. Пугала был внешне жидковат, невысокий, тащеватый, лицо узкое, незначительное, поведение развязное, выражение лица наглое и высокомерное. Изображал великого знатока женской природы и человека с большим опытом в этом же вопросе. А женщина, говорю, цинично, мужчинам явно завидовал, из семьи был неблагополучный и бедный. Стеснялся своих потертых башмаков и поддельных джинсов. Улютую стужу ходил в легонькой китайской куртяжке на рыбьем меху сквозь неплотную ткань, которой пробивалось куриное перо. А Машка, эта дурочка смотрела на него с такой любовью и такой жалостью. Она носила ему бутерброды из дома, пирожки из буфета, наливала из термоса горячий чай. На день рождения подарила роскошный теплый свитер с оленями, на 23 февраля французский одеколон. Эдик пугало смотрел на нее с усмешкой, но от подарков не отказывался, хотя принимал их с кислой мордой. А Маша продолжала его караулить у входа и отслеживать его передвижения. Все наблюдали за этим стихим ужасом и недоумением, все студенты и преподаватели. Старший препод, доцент Усков, великолепный Усков, красавец и умница, мечта всех девчонок, приглашал Машку на свидание, предлагал руку и сердце, она отпрыгивала в сторону и отчаянно мотала своей красивой и, как оказалось, безумной головой. Одногруппницы крутили пальцем у виска и пытались ее образумить. Маша смеялась тихим, немного безумным смехом. Все тяжело вздыхали. Короче, женила таки Машка на себе этого или это, пугала, женила и также отслеживала его передвижения, также караулила у центрального входа и еще безумно ревновала, так ревновала, что это граничило с безумством. После университета Машка родила, пугала сына Костю. Мальчик, как две капли воды, был похож на своего нерадивого папашу. Впрочем, когда и где мужику мешала некрасивость? Глядя на сына, Машка умилялась еще больше. Но разве дело в этом? Ах, если бы, если бы. Пугала оказался неравнодушен к алкоголю, причем был вовсе не из тех, кто выпьет и тихо отправится в люлю. Нет и нет. Он напивался и гонял Машку по поселку с граблями или с солдатским ремнем. Она пряталась у соседей, а если не успевала, этот гад ее... Вот он успевал двинуть ее дубиной по голове или спине, или стягануть по лицу, или схватить за волосы. Машкина родня жила в неописуемом ужасе. Сначала вызывали милицию. Милицейские предлагали пугало посадить. Машка билась в истерике и кричала, что она покончит с собой, например, бросится под поезд. Заявление из ментовки срочно забирали. Все знали, что Машка просто так говорить не станет. Пугало и сбивали не раз. Какая-то шпана или тайные справедливые мстители. Машка промывала ему раны, делала перевязки и кормила бульоном. Днем бледнее от бессонницы она моталась с коляской по поселку и присаживалась на пеньке подремать. Пугало, к тому же, еще и изменял. Например, с продавщицей местной лавки Тамаркой. Даже поселился ненадолго. А Машка стояла у Тамарки калитки и трясла ожесточенно коляску с сыном Костиком. Еще пугало пропадал на пару недель или на месяц. Домашние молили Всевышнего, чтобы эта сволочь не возвратилась. Но он возвращался. Увы. И Машка была счастлива. Боже мой. Бабка Анетта совсем слегла и вскоре умерла. Вслед за мужем, который, по счастью, не успел увидеть этого ужаса. Изольда лечила безумную гипертонию. Софья пила антидепрессанты. Ильин с тестем попивали от горя водочку. Втихаря по вечерам. А Машка Машка пекла пироги для муженька. Вязала ему свитера слаб здоровьем. Варила варенье. Эдик любит с чаем. И любила его, любила, любила. Конечно, любила. А чем еще можно объяснить это безумие, это затмение? Грустно, конечно. Но видя Машкины горящие глаза... Нет, все равно грустно, как ни крути. и объяснение всему нелогичная жизнь. Нелогичная. Вот и все. Такие истории, такие встречи, такая жизнь. Такие люди. Разные, что говорить. Они среди нас, и мы среди них, свои и чужие, как всегда и бывает. и говорят, Продолжение следует...